В районах республики продолжают останавливать учебный процесс. Теперь карантин объявили в некоторых школах Неренгринского района. Там за отчетную неделю за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 824 человека. Подробности в сюжете далее. Превышение эпидемических порогов зарегистрировано по всем возрастным категориям. Именно поэтому Роспотребнадзор по Неренгринскому району вышел с предложением в управление образования. По предложению Роспотребнадзора, кроме того, управлением образования, вводится сейчас поэтапная схема выхода на каникулярный период различных групп учащихся. В частности, будет с 30-го числа отправляться на каникулярный период начальная школа по отдельным образовательным учреждениям, потом среднее звено и так далее, для того, чтобы максимально разобщить учащихся и не допустить возникновения массовой заболеваемости среди них. Хотя карантин по всем учебным учреждениям не введен, по рекомендации Роспотребнадзора, некоторые школы начинают приостанавливать учебную деятельность отдельных классов. Так, в школе номер 24 сегодня отсутствуют второклассники, среди которых был превышен порог заболеваемости ОРВИ. Они перешли на дистанционное обучение, ну а все начальные классы уйдут на досрочные каникулы с 30 января. Отрадно, что в отдельных учебных учреждениях, как в частности в лицее номер 24, своевременно проводят целый комплекс противоэпидемических мероприятий. Для этих целей, например, еще 4 года назад лицеем были закуплены очистители воздуха. Установка в рекреациях и холлах лицея рециркуляторов, бактерицидных для обеззараживания воздуха. Такие рециркуляторы имеются во всех классах начальной школы, 16 классов, и в каждом классе установлен рециркулятор. Введен масочный режим, увеличена кратность влажных уборок и режимы проветривания в лицее, сквозного проветривания. В понедельник состоится санитарно-противоэпидемическая комиссия района, где будет принято решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий.